ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Кстати, и репортаж наш сегодня тоже будет в стиле джайл, так что не отставайте! Биссаммит в этом году привлек рекордное количество участников, более тысячи специалистов со всей России, ближнего и дальнего зарубежья. Интерес к мероприятию привлекла как необычная тема информационной безопасности в эпоху джайла, так и громкий статус мероприятия, ну и, конечно же, список спикеров. В конференцию открыл президент Ассоциации БИСа Рустем Харидинов. Как его в шутку представили, это единственный президент с двойным гражданством. Если коротко о докладе Рустема, то его можно заключить в одну бородатую фразу «Мышки, станьте ежиками». Рустема поддержал и следующий спикер Райнхольд Вохнер. К этому его подтолкнул личный опыт по построению безопасности в глобальном Райфайзенбанке. Господин Вохнер особо подчеркнул, что безопасность, вне зависимости от того, как часто происходят изменения в системах защиты, должна в первую очередь оставаться проактивной. Но и это неудивительно, ведь для банков, прежде всего, конечно же, безопасность. Альтернативное мнение высказал Станислав Витичек, представляющий автоконцерные Шкоды, Фольксваген и Ауди. Он посоветовал не увлекаться модным Эджайлом. Так-так, давайте спросим об этом у него. «Я думаю, что это очень важно и нужно применить. Я очень рекомендую, что это нужно применить на Ареа. Так, есть Ареа, которые подходят и идеальные для Ажи. Например, веб-авлика, 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 веб-авлика и веб-авлике. Это будет идеально. Однако, если вы построите решение, которое очень много, и имеет множество зависимости, я думаю, что agile approach в архитектах, строительстве и строительстве не может быть лучшим образом. Я просто покажу вам пример. Если вы строите датакент, где есть сторожи, и вы создадите их, и вы создадите только в минимуме трансакции, и вы получите требования, что я хочу добавить это или мультиплить это несколько раз, и вы не строите его в дизайне, и вы создадите его в дизайне, но это обычно очень дорого. Просто будьте внимательны предоставить agile на правильном направлении. И это все. Я думаю, что это огромная конференция, и важная конференция. Что я думаю, что будет более полезен есть больше интеракций с клиентами, потому что я думаю, что это будет больше value, не только для них, а также для нас, как слушатели, и как клуб. Таким образом, больше интеракций будет хорошей с клиентами. А мы продолжаем наш репортаж и ускоряемся. Впереди еще вторая блинарка в формате круглого стола, который проведет Наталья Касперская. На сцене встретятся представители трех, чуть было не сказала, враждующих сторон, но на самом деле просто чаще всего плохо понимающих друг друга. Это государство, бизнес и общество. Какие противоречия привнесли в их и без того сложные взаимоотношения новые возможности и угрозы цифрового мира? Пути дальнейшего продуктивного существования и партнерства сегодня на сцене будут искать Алексей Соколов из Минкомсвязи, Россия Артем Сычев, Центробанк, Илья Масух и многие другие. Вернувшись с высот глобальных проблем государственного масштаба, мы отправляемся в зону технопарка. В темпе, в темпе. В этом году сразу 35 компаний представили участникам Бессаммита свои демонстрации и живые стенды решений Бессаммита. В продолжение нашей центральной темы. Интересно, есть ли здесь инструменты, отвечающие современным требованиям эпохи? Очень интересные решения представлены. Очень много вообще решений. То есть это не только конференция, но и выставка. Все прекрасно. Причем уже не первый год. И уровень все растет, растет, растет. Молодцы. Молодцы. Я не просто пришел. Я интересуюсь тем, что меня интересует. Вот я инфо-воч компанию знаю. Я с ней работаю. Я интересуюсь, что не представляю. Палитра Бессаммита бестрит не только докладами и яркими именами. Кирилл Ермаков, компания «Киеве», Алексей Лукацкий, Циско, Василия Кулескина, СПК и многие-многие другие. Но и, конечно же, большим выбором форматов. Например, здесь пройдет уникальную флайн-бой кибербаталии. А затем начнет работа площадка «Открытый микрофон». Место, где эксперты сообщества БИСа могут поднять действительно волнующие их темы и обсудить их не с широкой публикой, а со своими, в узком кругу, с теми, чье мнение действительно важно. Ближе к закрытию серьезные разговоры сменятся напряженной бизнес-игрой. И джайл-дискуссии при участии Алексея Лукацкого, где гибкость, скорость и смеканка поможет команде безопасников выиграть. Кроме того, в течение всего дня участников ожидают веселые розыгрыши и призы. Тамар, привет! Скажи, пожалуйста, вот этот БИС-саммит является ли он уникальным и почему? Безусловно, этот выпуск БИС-саммита, на мой взгляд, абсолютно уникальный, потому что удалось еще немножечко улучшить организацию, сотворить волшебство и чудо с программой, найти и откопать действительно интересную и новую тему, которая еще не поднималась до этого. Но в целом БИС-саммит – это очень органичное, очень уникальное мероприятие, за что огромное спасибо нужно сказать волшебной команде. В каком направлении мероприятие будет двигаться дальше? Нам бы, конечно, хотелось думать, что уже все здорово и все классно и не надо никуда двигаться дальше, но всегда можно совершенствовать контент и сам мир, сами условия, новости и технологии подскажут нам, куда мы пойдем в следующем году, мы будем слушать, прислушиваться и воплощать. А вам вообще-то не кажется, что у вас раздвоение личности? У меня нет, не замечала. А у тебя? Не замечала. А мы прерываем наш репортаж в темпе Аллегра, пора присоединяться к гостям. Спасибо, что были с нами, будьте agile, будьте богаты и всего хорошего, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok